МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. 75 человек, в числе которых 40 детей, госпитализированы в результате отравления. По факту заведено уголовное дело. Вопросы повышения качества жизни граждан были подняты Владимиром Путином на ежегодном послании Федеральному собранию. Некоторые тезисы прокомментировал глава Дагестана Владимир Васильев. Ищите работу? Работа ищет вас. В Каспийске прошла ярмарка вакансий для членов семьи военнослужащих. Следственный комитет завел уголовное дело по факту отравления жителей города Кизляра питьевой водой. Число пострадавших выросло до 75 человек, из них 40 – дети. Предварительная причина отравления – сточные воды, попавшие в водопровод. Больные госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы. Ситуация на контроле у правительства Дагестана. Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Глава государства затронул вопросы повышения качества жизни граждан. Особое внимание уделили расширению программы материнского капитала, которая продлится до 2026 года. Объем поддержки на первого ребенка составит 466 тысяч рублей. Кроме того, государство берет обязательство погасить ипотечный долг семьи в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Собранию также предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах страны, а всех школьников начальных классов обеспечить бесплатным горячим питанием. А с сентября текущего года ввести классным руководителям специальную доплату в размере не менее 5 тысяч рублей. Глава Дагестана Владимир Васильев также принял участие и высказал свое мнение по некоторым тезисам в ежегодном послании. Первое, что создать условия, создать условия для людей. Мы это видим. Вот, допустим, мы проводим дороги, создаем общественное пространство, мы улучшаем медицинское обслуживание вместе с федеральными министерствами. Эта работа проводится. Вот я вам говорил про водоснабжение. Мы создаем условия для того, чтобы не только в городе, но и в селе люди могли в таких же условиях родить, воспитать, выучить и пустить в жизнь своего ребенка. Каспийск, пожалуй, единственный город в Дагестане, который содержит в себе десятки воинских частей. Именно в них проживают сегодня тысячи военнослужащих и членов их семей, многие из которых начинают строить новую гражданскую жизнь. Так, Центр занятости «Успех» при поддержке Министерства труда провел ярмарку вакансий для членов семей военнослужащих. Алина Вагилова продолжит. Проблема женской занятости всегда актуальна. Кто-то выходит из декретного отпуска и желает заранее найти рабочее место, ну а кто-то хочет просто подработать. Более ста вакансий было предложено на ярмарке труда, среди которых бухгалтерия, кулинария, сестринское дело и другие специальности. Мы сегодня предоставили вакансии администраторов, регистраторов, младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала. То есть очень много было желающих по поводу среднего медицинского персонала. И, наверное, около 50-70 человек сегодня уже подошли к нам с вопросами. Жены военных имели возможность не только ознакомиться с имеющимися вакансиями, но и получить консультацию специалистов. «Мы переехали из города Волгоград в ваш город Каспийск. Для меня он совсем чужой этот город. Не хочется, конечно, до этого я сижу дома, потому что я не работаю. И вот очень круто, что провели такую ярмарку вакансий. И я с удовольствием пришла на этот ярмарк. Спасибо огромное». Участие в ярмарке позволило гостям напрямую пообщаться с работодателями. Выгодно предложить свои умения, навыки и профессиональные способности. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Каков будет налог после кадастровой оценки имущества? Вопрос был одним из обсуждаемых в республике в прошлом году. Для полного понимания происходящего по этому поводу накануне прошла пресс-конференция министра имущества Республики Агарагима Кагиргаджиева. В 2019 году ведомством утвержден перечень объектов налогообложения, по которым налоговая база будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов. Всего их в перечень вошло более 13 тысяч. По словам министра, кадастровая оценка должна быть справедливой и ниже рыночной. Но если кто-то не согласен с нынешней информацией и считает, что суммы завышены, то вправе опровергнуть эти данные, заявив в Минимущество. С 1 января этого года Дактехкадастр начал прием заявлений на исправление ошибок по завершенной кадастровой оценке. Каждый конкретный случай будет рассмотрен в специальной комиссии. Любой собственник имущества может подать заявление в Дактехкадастр или Минимущество, или через МФЦ, подать заявление на исправление кадастровой ошибки. Если и это не устроит, тогда нужно обратиться в комиссию, которая будет, которая есть в Минимуществе. Комиссия будет рассматривать каждый отдельно этот случай и будет корректировать при наличии, естественно, каких-то аргументов. Нельзя просто прийти и сказать, а я не согласен. Если будут приведены аргументы того, что действительно завышена кадастровая стоимость, это все будет изменяться. В некоторых районах Дагестана ожидаются плановые отключения электричества. Перебои со светом будут до 31 января. Причина – ремонт электросети в рамках повышения надежности сетевого комплекса республики, который проводит компания Россети. Коснется это Табасаранского, Гуйнакского, Кайтакского, Кунтеркалинского, Гумбетовского и Дербенского муниципалитетов. А график отключения вы сможете увидеть на сайте Россети. К новостям спорта представители руководства республики посетили учебно-тренировочный сбор дагестанских вольников. В пригороде Махачкалы на новой базе борцы готовятся к началу олимпийского сезона. О чем говорили политики и спортсмены, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Первым стартом сезона для борцов станет гран-при Иван Ярыгин. До начала международного турнира в Красноярске остается уже меньше недели. Подготовка команды вышла на финишную прямую. Все нагрузки уже идут на спад. Этому году наша команда чуть по-другому настроена, очень сильно настроена, как Олимпийский год. И все хотят себя показать. И вот кто хочет на Олимпиаду, мы можем тут уже сейчас и Олимпийскую начинку, и Олимпийскую игру, и чтобы рассматривать его. Это не планы не ставим, мы просто тем больше, тем лучше вот так стараемся, зарабатываем. Добиться максимального представительства в Олимпийской команде – такое пожелание борцам выразили гости, посетившие одну из заключительных тренировок. В беседе члены правительства подчеркнули, что золотых медалей от вольников ждет огромная армия болельщиков. Я абсолютно уверен, что мы победим, потому что в уровне физической подготовки, духовной подготовки мы сильнее многим. Но второе я хочу пожелать, чтобы независимо от того, что будет на коврах схватки, наши болельщики вели себя всегда достойно. Ребята, где вы находились, будьте правильными, воспитанными, красивыми. Вы представляете лицо народа в нашей республике, лицо нашей страны, где вы находились. Ваше поведение – это наше общее богатство, дагестанское, российское. Счастливого вам пути! Команда, в свою очередь, постарается оправдать возложенные на нее надежды. За внимание и поддержку гостей поблагодарили Абдул-Рашид Садуаев и Сажид Сажидов. У нас команда в основном очень такая молодая. Если лет пять назад я в этой команде был одним из самых молодых, сегодня, можно сказать, я один из ветеранов здесь. Поэтому молодежь растет, молодежь наступает на ноги. И я думаю, что каждый из них может стать лидером в своем месте нашей страны. В Красноярск поедет 35 дагестанских борцов. От этого турнира освобождены три действующих чемпиона мира – Абдул-Рашид Садуаев, Гаджумрад Рашидов и Завур Угуев. Спортсмены, возможно, без отбора выступят на чемпионате Европы в Италии. По словам Сажида Сажидова, лидеров должна будет подстраховать молодежь. Будем надеяться, что какие-то молодые, что мне всегда нравится, и говорю, подчеркиваю, это какой-то молодой парень. Какой-то появился, ворвался в команду с горящими глазами, который, как говорится, поезд уходит, Олимпийская команда уезжает, а он в конце подпрыгнул, ну, запрыгнул, зацепился за последний вагон. Да, вот таких ребят, появление таких ребят, мы на это надеемся. Турнир в Красноярске пройдет с 23 по 26 января. В столицу Сибири вольники отправятся 21 числа транзитом через Москву. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!